Всем доброе утро, дорогие друзья! Мы с вами в прямом эфире, студия RUHUB и, конечно же, просмотр квалификации на The International 2019. Ну и у нас с вами Юго-Восточная Азия, к ней мы возвращаемся каждое утро ровно в 6, как и вчера, так и сегодня. Стартуем наш с вами эфир и досмотрим, досмотрим групповую стадию, друзья. Осталось не так много матчей на нашей трансляции здесь, на этом канале. Мы посмотрим 6 игр, на параллельной трансляции будет показано еще 5 матчей. В случае, если за эти суммарно 11 игр будут выявлены абсолютно все места с 1 по 8, тогда у нас никаких переигровок не будет. И мы определим 4 команды, которые отправятся в плей-офф. Если же вдруг случится так, что какие-то 2 команды, например, за 4 место наберут одинаковое количество баллов, то, соответственно, будут сегодня еще и переигровки тоже в формате Best of One. Ну, об этом чуть попозже, пока у нас первый матч Минески и Тим Эвос, и по-прежнему для вас на этом регионе работает дуэт комментаторов Адекват. И со мной на связи Дмитрий Марталес, он прямо на связи, со мной рядышком сидит. Привет, доброе утро. Здравствуйте, дорогие зрители. Продолжаем смотреть. На самом деле, достаточно интересный регион. Вот если не брать во внимание название команд, не брать во внимание тот факт, что далеко не все игроки известны широкому кругу зрителей, я думаю, что матчи вчерашние были неплохие. И я думаю, что сегодня тенденция продолжится. Мы увидим ряд интересных очень встреч. Особенно это будет заметно ближе к окончанию игрового дня, потому что действительно здесь переигровки реальны, их может быть много. За первое место едва ли они, конечно, появятся, просто потому что одна команда пока выглядит сильнее всех остальных и не проиграла ни одной карты. Команда, которую наши аналитики вчера не особо оценили, что ли. Джинс Брус, конечно, имеется в виду коллектив с тремя корейцами, Гунаром и 23 Сэвадж. Абсолютно сумасшедшие играют, играют в свой какой-то очень агрессивный стиль, которому, вернее, пока никто не может подстроиться. Они радуют, действительно, но о них будем говорить попозже. Они сегодня будут на этом канале играть пару раз. Сейчас Минески, Эвос. Что касается этих команд, то здесь Минески 1-3, Эвос 1-3. Команда, которая сейчас проиграет, не будет иметь никаких шансов на попадание в топ-4. Подожди, 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 подожди. Там может быть несколько команд, которые наберут такое же количество баллов, будут перегровки за четвертый слот. С статистикой 3-4 можно пройти в плей-ф. Это настолько... Это математические шансы, но они есть. Они настолько минимальные. Да, но они есть. Ну там просто параллельно кто у нас играет. Параллельно тоже будет от этой встречи все зависеть, многое, вернее, зависеть. Там как раз Amplify играют, у которых может стать 2-3. Ну, в целом, да, наверное, в теории шансы сохраняются, но они настолько будут минимальны. То есть команда... То ли ты 2-3 сейчас будешь иметь, то ли 1-4. 1-4, ну это практически конечное. Ладно, будем наблюдать. А пока пики. Драфты, да, давайте смотреть. Минески, сторона Рэддиан, Тайр, соответственно, команда Эвос. Быстренько пробежимся. Emberspirit перед брейкой Рубик Бестмастер. У Эвос распик получился так, что они взяли сперва Энигму себе на ФП. В ответ получили Ember и Spiritbreaker как раз. Закрепили Oracle в первой стадии. Второй распик это Рубик в ответ Легионка. Бестмастер появился четвертым пиком. И Сларк. Ну, интересный выбор Бестмастера, с учетом того, что здесь против Бестмастера есть абсолютно все. Oracle, Легионка, Сларк. Бестмастера фактически контрят своими способностями. То есть позволяя просто убрать весь этот контроль, этот ультимейт, фактически полностью ультимативная способность, она становится равна нулю. Просто потому, что есть нюки, которые позволяют этот вот стан продолжительный просто сбросить, свести его к нулю по продолжительности. И это забавно, забавный пик Бестмастера. Ну, ладно. Есть другие, конечно, полезные опции у Бестмастера. Такие, как, например, Аура, которая дает дополнительную скорость атаки всем тиммейтам в радиусе. Ну, придется с ультом как-то поаккуратнее, наверное, действовать и работать. Тут еще интересно, что Рубика не стали банить, при том, что взяли себе Энигму, при том, что, возможно, планировали брать ЛЦ и далее. Таким образом, Рубик всегда может своровать как минимум два хороших ультимейта, плюс у Оракла тоже есть интересные способности. Вообще у Эвас жадно. Все смотрится очень жадно. Абсолютно небоиспособные герои в первые минуты. Если ЛЦ проиграет линию, то тяжело будет, невероятно тяжело. А Сларк, ну, вполне может проиграть линию. На линии этот герой далеко не самый сильный. То есть Бестмастер с кем-то при поддержке третьего спиритбрейкера всегда этого Сларка может отпинать серьезно на линии. Нужен в центр какой-то персонаж, который будет темп задавать команде Эвас, который будет не таким жадным. Возможно, даже не обязательно, чтобы он был невероятно силен в лейте. Какие варианты? Ну, опять-таки, придется стоять против Эмберспирита. Знаем мы, что Шторм против Эмберспирита хорош. Есть варианты с Тампларкой, но там тоже требуется какой-то фарм. Шторм в этом плане чуть-чуть попроще, потому что седьмого-восьмого уровня просто... Шторма страшно брать против спиритбрейкера на старте. Там тебя так он может загонять вместе с Эмбером, и уйдешь ты с линии 0-4 условно. При этом Энигма и Оракл — это не те товарищи, которые могут приходить на помощь к Шторму, как мне кажется. Оракл привязан будет просто к Сларку, а Энигма... Шторм хорош. Ну, то есть, не знаю, спиритбрейкер, конечно, может сразу делать разгон, но он так может делать против любого мидера. Ну, всегда практически. Будь то там Тепларка или Кунку поставят, неважно. Штормспирит просто ставит Римнанды. Спиритбрейкер на первых этапах, ну... Ну, скажем так, у Штормспирита есть определенные плюсы против этого гангущего спиритбрейкера. Надо брать просто ситуацию из разряда такой, где спиритбрейкер все равно будет гангать и бегать. И ты уже подбираешь мидеры, которые, собственно, не так сильно будут подвержены этим атакам или им будет не так страшно. Штормспирит, мне кажется, это прям нормальный вариант рабочий против Эмбера на линии конкретно. Если будет спиритбрейкер прибегать, то Римнанта и спиритбрейкер остановят. Как минимум ты получишь замедление на долю секунды, и Штормспирит просто увеличит разрыв между тобой и собой. И, собственно, спиритбрейкер нанесет, ну, максимум, один удар. Поэтому, мне кажется, это не самый плохой вариант. Все равно жадно. Ну, Сларк, Шторм, столько нужно времени. Есть Кунка. Велце Даггер купить. Кунка мне больше нравится. Какая-то комбинация под Энигму, герой, которому не особо много надо, ему дожить до определенного левела. Он хорошо стоит лайн практически против всех героев. Плюс, да. Ну, вот Кунка это здорово. Кунка с небольшим кулдауном на ультимейт. Он просто идет и дерется нон-стоп. ОД тоже, кстати, классно. ОД и переиграли немного ситуацию сейчас в Минеске. Взяв ОД, они отправляют Эмберспирита на легкую. А вот ОД уже против Кунки смотрится, конечно, намного-намного интереснее и веселее. Ну, еще плюс ко всему от Волдевауэра, помимо того, что против Кунки на линии будет хорош, он еще и против Легионки отлично смотрится. И против Блэкхоллы и Энигмы. Да, ласт пиком, конечно, вот этого от Волдевауэра Минеске прям выглядит сейчас намного-намного сочнее по драфту. Мне пику уже начинает нравиться чуть больше. Да, пожалуй, да, пожалуй, да, это прям супервыигрышный вариант. Мне нравится. Единственное, что, конечно, получается, что Эмберспирит на легкой, и как-то надежда на этого керри зачастую может не оправдаться где-то в более поздней стадии игры. Все-таки там будет Сларк, который купит себе стандартные эти БКБ-шки Эбисел, и там уже будет против него тяжеловато играть. Но вот от Волдевауэр он может порешать все проблемы. Потому что у нас таков себе интеллект, тогда с Санеки с Эклипс, там и Сларк и Кунку выключает, и Легионку выключает. Персонаж невероятно мощный. Прям один от Волдевауэр, как мне кажется, может прям просто игру выиграть. Где-то в мидгейме или в лейт игре. Интересно, распикали. Да, повторимся, друзья, что 1-3, 1-3 у той и другой команды. Победа нужна. Проигрыш, конечно, шансы снизит на попадание в плей-офф. Они еще теоретически какие-то математические шансы останутся, но лучше до этого не доходить. Лучше побеждать прямо здесь и прямо сейчас. Поэтому должна быть битва прям с первой игры сегодняшнего второго игрового дня, групповой стадии отборов на The International в Восточной Азии. Поехали. Давайте посмотрим. Ну, видели мы вчера, собственно, команду, которая пикала огромное количество вот этих вот красных кнопок, Тайтхантера, Саленсера и Энигму в одном драфте против Рубика. Мы помним, чем это закончилось. Здесь аналогичная ситуация. Здесь взяли Энигму и не побоявшись Рубика, не забанили его. И, конечно же, Минески этим воспользовались. Посмотрим, насколько качественно будет отыгрывать Энигму и насколько будет вообще уместен этот персонаж конкретно в данном матче. Ну, Блэкхолл нормально дать будет очень трудно. Нужно будет сперва выключить как-то Рубика. До Рубика нужно будет опрыгнуть. Очень много нюансов. Очень-очень много нюансов. Плюс, опять-таки, жадность на линии. Ты не можешь помочь особо Легионке. Ну, ты помогаешь тем хотя бы, что крипа одного выедаешь. С линии и Легионка, ну, будет, собственно, принимать крипов в большей части своего времени где-то под своей вышкой. В этом плюс. В остальном, конечно, Легионке там против одного-двух героев будет трудновато стоять. Против Эмбера конкретно, наверное, нормально. Против двоих будет чуть-чуть посложнее. Так, ставится вард. Вот, это Сентрик. Заблочили спаун на всякий случай, чтобы не было вывода крипов. Это очень важно, когда у тебя есть Энигма. Все-таки линия пушится в твою сторону, и поэтому Минески могли бы, честно, теоретически линию вернуть, просто сделав один там или два отвода. Но поставив Сентрик, ты эту возможность исключаешь. Поэтому надо будет либо принести свой Сентрик команде Минески, либо не делать отводы. Минески хорошо законтрили тут руны. Четыре баунти-руны за Минески. Качественно, классно. Мы как-то тут вообще не смогли законтролить. Не так сильны, видимо, Сларк и Оракл в борьбе за свою баунти-руну против Бестмастера и Рубика. Легионке в соло, понятно, очень тяжело. Как-то вот что-то противопоставить спиритбрейкеру, которого есть чардж, который просто стукается в определенный тайминг и не позволяет тебе баунти-руну зажать. Поэтому, да, четыре баунти. Старт великолепный Минески. Ну, Минески, пора просыпаться. Второй день. Команда, конечно, неожиданно плохо выступает вообще в рамках группового этапа. Абсолютно несвойственные им такие матчи. Как же у нас стреливают здесь по Кунке этот ОД бешеный. Придется реген сейчас тратить. 2-1 ОД, 2-2 ОД. Кунка как-то плохо пока. Крипов добивает, да. Первая пачка. Сейчас линия подпушится в его сторону. Там будет, может быть, чуть-чуть попроще. Или наоборот. Астралай. Сложно. Тут все законтролено, и Кунка действительно без крипов просто остается. Ну, хоть Торн там попадает. Добил рейнджового, нормально, пойдет. Ну, тяжело, конечно, фейсхагеру будет стоять. Не зря ОД зашел ласт пиком. Мы говорили о том, насколько Кунке будет трудно. Придется терпеть. Ничего не поделаешь. Роу миди гангать тоже особо некому. То есть, есть Оракл пятерка. И Нигма следствия, конечно же, гангать не пойдет никуда. Поэтому все только основываясь на своем скилле, на своих способностях. В общем-то, нужно как-то эту линию стоять, терпеть в ней. Ну, и постараться выформить хоть что-то. Потому что Мун уже начинает просто уничтожать этого фейсхагера. Откидывается Торрентом, не попадает. Мун выгоняет соперника. Да, но и Кунке остается только лишь хилки ждать какие-то. И лечиться. Лечиться, лечиться, еще раз лечиться. 7 на 6, 3 на 1. Пока тотальный вынос от Муна на центральном коридоре. И предсказуемо сложно Сларку. 1 на 1. Не подпускает его вообще к крипам. Сларк, который не на фрифарме стоит, ему очень сложно потом каким-то образом камбэкать. Ну, непонятно, какой билд. Будет ли он там через Медас пытаться играть. Либо же откажется от этого варианта. Но если с экономикой все пойдет так плохо, то, возможно, придется. Ну, а здесь убийство. Первое на ЛЦ. И таким образом все три линии проседают. У Эвос абсолютно целиком и полностью. И без каких-либо шансов вообще на возврат. Придется терпеть, куда деваться. У них есть жадная четверка, которая просто стоит в лесу. Собственно, так играют многие команды. Не всегда успешно. Но если игра вдруг затягивается, если сильно не проигрываются линии настолько, чтобы там, я не знаю, уступать тысяч пять-шесть на десятой минуте, тогда в целом терпимо. Но тогда придется, придется, в общем-то, где-то выискивать другие пути раскачивания своих кор-героев. Пока вот Вундеркит стоит. Действительно, крипов пока мало. Вайтмон не особо сильно ему помогает. Вынужден какими-то Purifying Flames пользоваться. Там еще и выводы старается делать. Рейджинг партейтом нейтрального кэмпа. Стакает. В общем, комфортно получается. Нет, впоследствии появятся какие-то топорики. Через топорики можно будет эти стаки забрать. Через Фейтболт, возможно. Может быть, там, не знаю, какой-то Эмберспирит перетянется. В общем, варианты остаются. Главное все это дело потом Сларку не отдать под четвертый дартпак. Такое тоже возможно. Так, ну давайте на нижней линии еще раз посмотрим, что происходит. Авиль здесь. Да, Авиль у нас погиб. Мы помним на Ферстблат. Девять крипов у него, конечно, имеется. Но погибал из-за того, что действует чересчур агрессивно. То есть старается подходить к крипам, кидать отзывы какие-то. Просто, чтобы максимально заработать себе экспириенс. Но на топе погибает все временем Оракол. 2-0. Две тысячи преимущества. Тяжело. Страшно. Больно. И только терпеть остается. Вариантов нет у индонезийского коллектива. Бесмастер просто загоняет по Тауэр. Сейчас с того Сларка пинками, ударами топора. Больно, больно, больно. Ну и вот он, вывод крипов. Отличный. Отличный пол получается у Рейджинг Потейта. Все здорово. Линию таким образом удерживает, не позволяя Сларку идти куда-то глубоко под вышку и с топориком все забрать. Нет, такого здесь не будет происходить. Просто потому что грамотно отыгрывает Рейджинг Потейта. Всю свою пачку, целую пачку он просто уничтожил через нейтральных крипов. Хорошо сыграно. Отлично. Так. У нас видим, что сместился Кунка пока в район леса. 18 на 2 у него. 22 на 17 временем от Волды Вау. Тоже тотальный аутфарм, конечно. У Д-2050. На Творца сейчас, но опять-таки это не так интересно, как интересно сравнение с Кункой. У Кунки 1100, то есть разница двукратная. И один мидер переигрывает другого уже на пятой минуте. 3000 превосходства. Но вот если сейчас удастся на пятой минуте еще 4 баунти за контроль, то я не знаю. Просто сушите весла. Эту карту команде Элос уже спасать будет довольно трудно. Столько отдавать. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Выходит Энигма, постарается помочь на контроле баунти руна. Идет туда Нинджа Буки. Дерется против двоих. Эмбер Спирит тоже рядышком. Миднайт Пульс разогнал всех, но Авиль успел все-таки забрать одну баунти. Пойдет. Может быть еще Нинджа Буки смогут забрать. Мэлли Файс ускоряется. Авиль тычка в спину. Замечательно. Мог еще и баунти законтролить. Ника Бэйби дерется тоже до последнего. Есть лейт офист. Использует. Не добивает соперника. Но главное баунти взять. Баунти забирает. Страховал. Итого 3 на 1. А если берем сумму двух спаунов. Баунти руна на нулевой и на пятый. Тогда получается вообще 7-1 в пользу команды Минески. Это конечно полный разрыв. Я так смотрю. Не припомню такого преимущества. Ни в одном из вчерашних матчей к такой минуте. Пытаются напасть на бестмастера. Но здесь кто еще на кого нападает. Здесь Сларк очень много дэмоджа получил. Три топ-нетворса. Плюс Рубик. И там только Энигма. То есть у нас четверка самый богатый герой. А три Кора где-то на дне. И уступают им чуть ли не в два раза каждый. Непросто. Катапульта подъезжает сейчас. Это катапульта. Надо постараться ее сохранить. Во-первых. Во-вторых конечно же прогнать мидера соперника. Чтобы запушить еще вышку. Снести может быть прям с первого захода и не получится. Но максимально раздамажить. Максимально разрушить. Насколько это вообще возможно в данной ситуации. Было бы неплохо. Приходит правда в лейт. Ну вынужден. Вынужден приходить сюда Энигма. Потому что ну понимаете ситуация аховая. Здесь если не помочь. То можно просто и без Тавара остаться на седьмой минуте. Насует спирит брейкер. Наглого который залез между вышки. На топе правда из-за этого страдает Сларк. Потому что остался один. На него напали и просто уничтожили. Про это примерно я говорил в самом начале. Тут из-за того что саппорты не самые наверное лучшие на линиях. Один в принципе в лесу сидит. Второй так себе. Против такого полу героев соперника. И получается что коры без поддержки остаются. А без поддержки они откровенно слабые на старте. Если ЛЦ способна стоять например один на один. С кем-нибудь. Там с бестмастером. Да даже наверное с Эмбером. То один в два этот герой конечно в разы слабее. И ни на что не способен. Как опасно. Сейчас спирит брейкер с дабл дэмэджем в спину. Чаржес на обилю. Обилю уже половина здоровья. Врезается. Пара ударов. Есть конечно отзы. Произа так на себя. Но последняя тычка от нинджа буги лишает возможности выжить данной ситуации. Оффлейнеров команды Эвос. Еще одно убийство. 4-2 счет. Мне кстати очень интересно. А спирит брейкера также рейтят в остальных регионах. В СНГ. Вчера не удалось мне конечно много матчей посмотреть. Но там он по моему не так часто пикался. Потому что здесь он абсолютно во всех играх появляется. Либо в пике, либо в бане. Он присутствует. Очередной разгон. На Энигману здесь и Долон. Энигман на самом деле может и повоевать здесь со спирит брейкером. И блэкхолл использует. Не жадничает. Может убить. Может убить. Разгона не будет еще пару секунд. И хороший соло фраг. На топе правда убили Сларка. Но в размен на Бистмастера. Отличная перетяжка от Фейсхагера. Но чтобы хоть какую-то компенсацию получить и разменяться. А Энигману добивает в итоге Эмбер Спирит. Сюда подошедший с нижней линией. В итоге 2 в 2 вышло. Но опять-таки смерть Сларка. Смерть самого фармящего героя команды Эвос. Это Энигма. Все-таки, я думаю, будет на руку команде именно Минески. 4 тысячи они ведут. Там невозможно стоять комфортно и фармить. Да, вот тут стоит хороший вард. Энигма там, если как-то эталонами показывается или собственным телом, сразу получают информацию ребята из Минески. Там либо разгон, либо Эмбер Спирит подтягивается. И Энигма уже не может фри фармить и не может быть в невидимости. Реджик Патейт как-то забрел. Довольно опасно. Так. И выходит. Ну, касательно Спиритбрекера, надо статистику, конечно, смотреть. Без статистики тут сложно что-либо сказать. Потому что я видел пару карт. Где-то там Спиритбрекер в одной из них был. Другой не было. Поэтому только вот по стате, чтобы суммировать как-то этого персонажа, его появление и его баны. Но здесь, да, поддержу в том плане, что в Юго-Восточной Азии Спиритбрекер очень высоко ценят. Персонаж, который перераскрылся, скажем так, в этом патче. Начали обузить его как раз-таки через бульдоз. Потому что, ну, слишком уж сильный баф. Слишком сильный баф. Который позволяет тебе много танчить. Залезать под вышки. И вот, например, делать подобное. Чарж на Асларка. Прямо под тир-1. Оракл. Раздувает Фоджун Сент. В Рубика. Врезается. Врезается Нинджабоги. Вундеркид. Стоя перетяжка пошла. Вильтут. Но подтягивает Сенада. Санки с Эклипс. Праймал Рор. Вундеркид его сбросить не смог. Дарпактам. Это минус три. Без шансов. Просто зашли в четвером. Минески здесь разобрали с соперником. Ну, и, конечно же, будут еще и вышку ломать. Да. Все круто. Слишком сильный ОД, безусловно. И не стесняется куда-то перетягиваться. Стараются просто задоминировать Минески с самого старта. По всем линиям. И снова разгон. Вообще жизни не дают. То есть, не дают, не знаю, 20 секунд просто отдышаться игрокам Эвос. Бесконечные какие-то вылазки спиритбрейкера. И тот очень доволен подобным развитием событий. Да, спиритбрейкер, как саппорт, он фармит очень слабо. Да, мы знаем, что даже если ему линию оставить, это слишком медленное получение денег. Леса он, конечно же, тоже не фармит абсолютно. Поэтому спиритбрейкер раскачивается только тогда, когда он отлично роумит. Если команда поддержит, если у него получается здорово залетать, тогда он будет еще и при деньгах. Здесь именно та ситуация. Нинджи Буги перемещается из одной линии в другую. Практически не стоит на месте. Не ворует экспириенс. И получает вот свой левел только из-за того, что они бесконечно убивают. И поэтому уже уровень 5. Там появится книжка, появится Незерстрайк. Там какой-то брейсер ранний можно приобрести. Может быть, выйти в урну. Все великолепно. Ну и товара падает. Сверху тир-1 вышка была уничтожена. В центре то же самое. Две вышки в копилку команде Менески. Преимущество уже 7 тысяч. Здесь Сладко, конечно, находит нинджи Буги. Должен убивать. Дал чардж, он получает Малифайс. Но бульдоз, бульдоз. И все сбрасывается. Ну, посмотрите, он даже не стоит в дизейблах. То есть настолько сложно его остановить прямо сейчас. Третий бульдоз. Там статус эффекта резистанса, сколько получается, 58%. То есть половина от этих вот всех станов замедления все спадает. Малифайс вообще непродолжительный стан. Поэтому спиритбрейкер даже не замечает подобного. Что, 10-4 и огромный перевес по деньгам. Менески, возможно, не имеют каких-то героев, да, чтобы прям совсем быстро закончить игру. И у Эвос еще будут шансы пообороняться где-то с хайграунда. Но преимущество просто может вырасти тысяч до 12-15 перед заходом на ХГ. И просто масса и количество артефактов задавят Менески в таком случае. Плюс-то аура Бестмастера. Куда же без нее? С ней пушить можно. Одна аура – это пассивка. И вторая – Иннербист аура. Если не ошибаюсь, да, так и есть. Плюс ко всему еще и Владмир, который он сейчас себе принесет. Правда, атака именно на него последовала. Рассказ Таткунки неплохо. Праймал Рор успевает дать в Легионку, чтобы не было дуэли. Это важно. Кейпи будет уходить, старается убежать. Кейпи хорош ему в спид. Неужели уйдет? Вундеркид, конечно, в погоню бросается. Баус через 12 секунд. Не вкачана эта способность. Отпускают Бестмастера. Айбер Спирит развлекается. Спирит Брэкер уже тут как тут просто влетает в Питерик. Есть дуэль, конечно. Но как ее выиграть, непонятно. Блэкхол классный. Вроде неплохой Торрен. Пошел Мунс Антис Эклипс. Смогли его забрать. Ворованный Блэкхол от Рубика. Рейджинг Потейта ставит точку в этом сражении. Это будет минус 5 в размен на одного только лишь от Волт Девауэра. Прекрасно, Минески. Отличный байт. Ну и здорово отыграл, конечно же, Рейджинг Потейта на Рубике. Хороший был Блэкхол от Энигмы. Прекрасный Блэкхол. Но не было дэмэдж дилера, который бы сумел урон какой-то нанести в этот Блэкхол. Ну вот, этот Сларк, опять же, повторюсь, третий с конца, посмотри. Третий с конца. Да, форма общения. Герой слабый лейнер, герой очень долго разгоняется. Ну почему он не популярен? Потому что, когда против тебя агрессивно играют, ты вообще не можешь этого Сларка использовать. И сейчас очень многие команды делают акцент вообще на лейнинг-стадию. И, как правило, Сларк не способен сражаться против многих оффлейнеров. Здесь очередной фраг сверху. Корабль полетел. Но этого, может быть, будет достаточно, чтобы мистпластера убить. И Торрентом, кстати, тоже попадают неплохо Эмбера. А что с Эмбером делать? А тот просто уходит. Убили Кейпи, но за него заработано было 272 голды. Не так много. Но, с другой стороны, размен сам по себе суппорта пятой позиции в оффлейнеры. Это хорошо для команды. Эвос еще и крестом подцепили НКБ. Смогут убить след офис. Отлично задолжил Торрент. И уходит. Тут разгон. Уже взят на кунку. Будет ли туда врываться перед брейкером? Вот в чем вопрос. Команда Эвос полным составом в своем лесу выгнала соперника. КПК на непродолжительное время. И Ниджи Буги все-таки останавливает свое передвижение в сторону оппонентов. Пока 8 тысячи сохраняется. Обратите внимание на айтем билд Муна. Он играет через Блинк. Ровно то же самое, что показывал от Вол 2 вчера от вьетнамского игрока 458. В случае такого доминирования, конечно, покупаешь ранний Блинк и продолжаешь уничтожать соперника. Атака пошла на Нигму. Нигму сейвит как могут. Пошел Праймл Урора от Бессмастера. Лайчу стоит, но добирается таки до святыни. Испевает ее. Спиритбрекер сразу. Чарж получает крест. Правда, его будут возвращать. Далеко не уйдешь. И минус спиритбрекер. Но вот пятером как-то отбиваются пока команда Эвос. Тяжело, конечно. Очень много ресурсов для этого приходится потратить. Но факт остается фактом. Соперника раз за разом все-таки выгоняют в своей территории. Можно успокоиться команде Минески. В принципе, преимущество у них более чем комфортное. И просто продавить, например, нижнюю линию. Где-то может обеспечить себе заход на Рошану, купив медальку. То есть есть варианты, по каким объектам работать. ТП вниз. Сразу же уходить нужно Муну. Мун покупает себе Каю после блинка. Вчера был Хекс после блинка у одного из ОТ. Ну, 458-м, помню, да? Да-да-да, он очень быстро его купил. 15-е. Контроль баунти. Вандеркид здесь. Успевает кликнуть на баунти руну. Две забирает команду Минески. Ой, команда Эвас, прошу прощения. Ну и Минески, в принципе, тоже две заберут. Да, вот так и происходит. Здесь распределили достаточно ровно. Да, вот успокоилась игра. Хотя, конечно, мы видим Кейпи и его план на игру. Он говорит, ребят, давайте возвращаться на топ. Давайте давить. У меня есть Владмир. Хочу спушить вышку. Хочу добраться уже до Тир-2. Хотя стоит еще снизу Тир-1. Можно сперва этот тавр разрушить. Интересно, что дальше он будет покупать. Я бы на какой-нибудь Некрономикон посмотрел. Ну, просто, чтобы усилить пуш-потенциал. Я думаю, медаль Кусоло-Крест. Это и Рошана поможет убить. И персонажа, которого вы будете попустить, очень быстро обезвредит фактически, да? То есть его задебафает. Намного проще будет уничтожать. Синициировали Вавиля, дает проезд-атак. Пытается уйти, пошел корабль под крест. Ну, крест-корабль не самая лучшая здесь была комбинация. Самое главное, конечно, то, что спас он свою легионку этим кораблем. Но в спину уже заходит Эмбер Спирит. Находит Фейсхагера. Будет с ним разбираться. Есть чейный эффект, пока корабля висит на Фейсхагере. Поэтому тяжеловато его будет пробить. Миднайт пульс. Нинджа Буги. Незер Страйк в Энигму. Энигма не уходит. То есть прайс за атак, который сбивает. Какой-то дизейбл на короткое время. И сразу же используется Фолс Промис. Сейчас Мун дает Сангис Эклипс. По Авилю, конечно же, и по Энигме. Фолс Проме закончится, как и закончится, наверное, жизнь Энигмы. Да, минусуются два персонажа. Спирит Дрекер идет просто дальше. Под Сир 3 давит уже команда Минески. Крест. Пытается раскастоваться Кунка. Где-то издалека подловить Нинджа Буги. Баунс отцепляет тоже. Пресс за атаку ворованный. А Трубика летит в своего тиммейта. И Чардж просто уходить. И он уходит. Убегает. Но Байбек это Энигмы. Но опять-таки, все ресурсы выбиваются раз за разом. Ситуация ухудшается у команды Эвос. Они не могут вытерпеть. Они не могут задержать натиск. Они не могут нормально фармить. Но при этом Минески не сказать, что особо много спушили. Просто даже несмотря на это, Эвос никак не могут угнаться по скорости фарма. Вот абсолютно. Медасов там, как я вижу, нет. Если нет Медасов, то Сларк должен находить фарм где-то на других линиях. Но если ты выходишь на линию, то тебя всегда будет где-то ловить спиритбрейкер с бестмастером. В лесу ты фарм получаешь достаточно медленно. Сларк там взял талант на ловкость. Решил силу не брать дополнительную. Вроде как ХП, а ты не такой прочный. Ну, не знаю, насколько это оправдано конкретно в этой ситуации. Да тут мне кажется, что не возьми. Сильно вопрос не решит. Тяжелую ситуацию не исправит. Просто чуть подольше пожить. Ну, ладно. Это не особо действительно важно. 9К перевес. Пытаются Эвос вышку, наконец-то, забрать первую. Вот интересно, Менески. Хотя бы одну. Хотя бы этот тавер. Но Глиф защищает спиритбрейкер. Что-то взял разгон. Будет у ТП. Нет, нет. Отменяется разгон. Решили разменять ТР1 и ТР2. Что, в принципе, на руку, конечно, команде Менески. Может, на ХГ пойдем в таком случае? Да, вот она медалька у Бистмастера. Нет, на Рошана сперва. На ХГ рановато. Без Рошана идти на хайграунд нет смысла. Можно поработать пока по ТР2. И вот через апнутый Солар Крест зайти через Рошана. Взять Аегис для какого-то ОТ или Эмбер Спирита, пожалуй. И тогда уже можно подумывать о том, чтобы зайти на ХГ. Не спешить. Преимущество в 10 тысяч. Мы знаем, что можно ее отыграть вполне себе. Одна проигранная драка в сухую, в салат. И команда Эвос уже сможет камбэкнуть. Поэтому максимально аккуратно нужно действовать. И вот заход на Рошана. Все четко действует пока Менески. Все правильно делает. Команда Эвос не имеет права драться здесь на Рошане. Потому что проиграв драку, она скорее всего просто сразу напишет ГГ. Поэтому надо сплитпушить. Ресурсов для победы в драке у них просто нет пока. Атака вот может быть на Нинджабуки. Торрент полетел. Нинджабуки уворачивается от торрента. И корабля просто уходит под бульдозом. Четвертым бульдозом уже. И вот так вот затошил эту атаку. Легко и просто. Рошан упал. Хайги забирает вот Кимун себе. Теперь есть все для того, чтобы в атаку пойти. Он, конечно, слишком запакованный. Вот решил Линку следующим предметом себе взять. Чтобы под дуэль не подставиться. Не знаю, настолько ли это важно. Эти дуэли пока... Мы их вообще не видим. Ну да. Тут Легионку закрыли. Вчера же была одна ЛЦ, которая ни единицы урона не получила. Да, плюс ко всему одну дуэль проиграла еще. Да. Так. Есть, кстати, аналогичная ситуация у Легионки. Ноль выигранных дуэлей. Ноль урона. Атака пошла. Ну, пока просто останавливают Астралом. Там грифсы были. Все это здорово. Уничтожают от Волдувауру. В размен на Сларк и Ли успел спрятаться в Шадоу Дэнс. Пока Баунзом отпрыгивает в сторону своего леса. Подальше от своей базы. Так, чтобы соперник не смог перехватить. Минус Оракл. Все-таки Сларк выживает. Ну, кстати, вот получилось достаточно неплохо. То, что убили от Волдуваура. Сняли с него Аегис. Это прям нормально для команды Эвос. Но погоня за Сларком все-таки есть. Шадоу Дэнс у него уже не имеется. С чем подставляется и погибает. А вот это уже плохо. Ну, тяжело. Просто тяжело. Максимальное количество ресурсов тратишь на что-то. Потом тебе просто из драки тяжелее уйти. Тяжелее еще раз подраться. На 20-й минуте контролится Баунти опять. Можно все 4 забрать для команды Минески. И поджимать, поджимать. Заставить команду Эвос просто сидеть на базе безвылазно. Чтобы откидывались вот так вот торрентом в районе своего Тир-3. Чтобы получали минимальное количество денег. Ну, а дальше уже просто почувствовав в себе силу. Когда уже перефарм будет такой достаточно удобный для команды Минески. Зайти и спокойно выиграть драку 5-0 на чужом хайграунде. Готов. Солар должен быть прямо сейчас. Да, отлично. Вот что смущает при заходе на хг, так это время, с которым возрождаются Эвос. Настолько быстро появляются герои. Там по 40 секунд на кэри уходит. Что можно где-то заиграться, что ли. Эвос попробуют подловить. В теории это до сих пор возможно. И не такое преимущество отыгрывалось. Хотя минута. Всего 22-я. У нас 15к. Это, конечно, сумасшедшие абсолютно цифры. Ну, Минески включились наконец-то. Что же вчера они делали, спрашиваются. Потому что можно было начать играть так уже вчера. Пускали пыль в глаза всем соперникам, видимо, по группе. Непонятно. Отдыхали. Кто знает, кто знает. Ну, шансы высокие на попадание в плей-офф. Мы это понимаем. Выиграв все карты, Минески, я думаю, даже без переигровок за плей-офф зацепятся. С 4-3 без переигровок? Не знаю. Думаю, да. Ну, вот 3-4 это, скорее всего, переигровки. А вот там, ну, можно цепляться. А 4-3, я думаю, это будет комфортно. Ну, если так посчитать, просто максимальный результат в группе это 7-0, правильно? Второе место 6-1, третье место 5-2, четвертое место 4-3. То есть уже хотя бы по этому показателю ты проходишь. Я чаще вижу, знаешь, групповые этапы, когда две команды имеют что-то вроде 6-1, одна команда 5-2 и 3-4 команды имели там по 4-3. Очень часто такое было. Ну, и было там два аутсайдера, которые по 0-7 заканчивали условно группы. То есть это вполне вероятно. Например, в этой же Азии на квалификациях к эпицентру, по-моему, было несколько команд, которые закончили со счетом 3-4 и играли переигровки как раз за четвертую путевку. Ну, вот об этом речь. Именно со счета 3-4. А частенько бывает и со счетом 4-3 переигровки играются. Здесь еще рано, конечно, загадывать. Все будет от параллельных встреч зависеть. Ну, и вот такой. Минески, если будут играть так же, как играет сейчас, то попадают в плей-офф, я думаю, что достаточно просто. Такая вот Рубика. Тем временем Рубик погибает. Сорвали стрик. Пять сотен голды зарабатывает себе Сларк. Так что Сларк вообще есть. Диффузы все купил после Драма Фенджеранс. Ныне стал вот этот скилл, айтем билд популярным. Без Шадоблэйдов играет, каких-то без Медасов. Просто барабаны для статов. Дальше выходит Диффузы. Там взорвался, тем временем Мунс. Антисклипс моментально выключает Энигму. Нигу Блэхолл не дал. Файбека тоже нет. Атакует Оракла. Кидает он сейф на себя. Фоллс Промис. Поэтому Коргерои должны отходить. Они останутся без помощи от своего суппорта. Пятой позиции. Но лишают жизни Исларка. Видимо и Легион Командер падает. И Оракл после Фоллс Промис. Ну и последний Кунка также уходит в небытие. Минус пять в размен только на одного Рубика. Причем драка даже без Рубика фактически была. Его просто загангали и убили. Ну и будут ломать центральный коридор? Могут в принципе, наверное, попробовать две линии сразу сломать. Там минута не такая поздняя. Поэтому время воскрешения маленькое у команды Энс. Да, да. Вот это единственная беда. Но я думаю успеют. И Эвос прекрасно должны понимать, что происходит. И прекрасно должны осознавать, что эту игру спасти нереально. Всякое бывает, но не в этом случае. Какой Сларк? Пятый с конца. Это не работает. Жадно пикнули. Мне кажется, будь там просто два любых других героя вместо Сларка и ЛЦ, в сложной и в легкой линии, соответственно, было бы гораздо все интереснее. Не знаю, условный тролль плюс кто-нибудь в хард. Ну согласен здесь. Любой кургерой при таких суппортов просто очень сильно страдал. У тебя у команды Минески с Супер Роум и еще и Спирит Брейкер абсолютно нежадный. Кого не поставь, Оракл слабо сейвит, как нянька на линии. Ну а соло-офлейнер, он тоже пропадает просто. Тайт Хантера берешь, ставишь его против Спирит Брейкера с Эмбером и он стоит. Окей, поставим сейчас Тайт Хантера вместо Легионки. У него даже нюков отспамливаться нет. Он еще хуже, чем Легионка здесь. Ну при пуше, а на линии-то лучше. И убить его сложнее. Ну появится у него на тысячу голды больше. Он сам будет фармить. И ультимейт у него полезнее, чем дуэль, которую мы так и не увидели. Один ультимейт... Не, не согласен, не знаю. Мне кажется, что Тайт Хантера это еще хуже вариант, чем Легионка. Легионка хотя бы отзе есть. Он хотя бы от пуша отспамливается. Какой-то бонус. Пуша бы не было. Я вот к чему. Он бы был гораздо позже. Это не так важно. Ну а здесь Эмбер уже дайвит по Т4. Гуд гейм. 25 минут с небольшим потребовалось команде Минески, чтобы выиграть эту карту. 2-3 становится счет. Катастрофический счет становится у команды Эвос. При этом... 1-4 получается. Ну и команда Эвос, если хочет цепляться хоть за что-либо, иметь хотя бы чисто теоретические шансы на какие-то, может быть, берегровки. Или чтобы там попасть в плей-офф, им нужно побеждать оставшиеся матчи и выводить свой счет в результат 3-4. Это их должен быть план. Последние две игры у команды Эвос, это игры против команды Резердженс и против команды Джинс. Ну, сами понимаете, друзья, против команды Джинс. Прощаемся с Эвос. Да, надеемся тут особо не на что, конечно. Что касается коллектива Минески, у них сегодня путь начинается хорошо. Первую карту выиграли. Сегодня будет игра против вьетнамского коллектива 496. И заключительный матч потом будет против Резердженс. То есть, в принципе, в принципе, Минески могут выйти в 4-3. Я вижу, что у них есть хорошие шансы и соперник для них более-менее простой. Так, друзья, ну, первая карта быстрая получилась. Замечательно. Вот так вот с подъема, с легкости начинаем наш эфир. Следующее противостояние будет как раз-таки с вьетнамским коллективом 496. Будут выступать они против индонезийского коллектива, другого уже команды Boom ID. Продолжение следует...